Сотрудники Канаковской полиции подвели итоги новогодних праздников. Статистику отсутствия грабежей и разбоев перекрыло страшное преступление, которое было совершено 5 января – убийство двух пожилых супругов. Благодаря быстрым и слаженным оперативным действиям полицейских данное преступление уже раскрыто. По словам начальника ОМВД России по Канаковскому району Алексея Печенина, за праздники произошли два особо тяжких и одно тяжкое преступление. Среди них двойное убийство пожилой семейной пары, которая в настоящий момент раскрыта. Злоумышленники задержаны и ведется оперативное расследование. Выставляли дополнительные патрули, пока не были пойманы преступники в зеленом бару. Соответственно, увеличили плотность патрулей по городу Канакова, соответственно, как в дневное, так и в ночное время. Но, к счастью, преступление раскрыто, люди задержаны, сейчас проводятся с ними процессуальные действия. Две попытки проникновения в строящиеся дачные дома, единичные случаи пропаж сотовых телефонов и планшетов. Если и не это страшное преступление, как отмечает начальник полиции, то новогодние праздники можно было охарактеризовать как спокойные. Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов в праздничные дни работали в усиленном режиме, проводили и профилактические мероприятия. Это проверялись правила торговли как алкоголем, так и по другим направлениям деятельности. Были доставлены люди у нас и с территории одного из предприятий по нелегальной миграции. В принципе, часть людей оштрафована, часть депортирована. Был выявлен факт продажи алкогольной продукции. Два факта алкогольной продукции продажи – это пиво и крепких спиртных напитков. Соответственно, профилактические мероприятия также продолжаются. Как отметили в правоохранительных органах, по сравнению с прошлым годом, криминогенная обстановка все же снижается. Это касается тяжких и особо тяжких преступлений, а также грабежей и разбоев.